Добрый вечер, друзья! Добрый-добрый вечер! Обещанный эфир, который был анонсирован. Добрый вечер, восточное полушарие. Добрый день, западное. Здравствуйте! Напишите мне, пожалуйста, что вы меня слышите, видите. Здравствуйте! Добрый вечер. Что у нас сегодня с вами? У меня сегодня такое лирическое настроение. Так что думаю, что сегодня у нас будут очень душевные беседы. Надеюсь, не манипуляции. Но это не точно, всегда заканчивается у вас одним и тем же. Спасибо огромное за ваши добрые слова и комплименты. Добрый-добрый вечер. Здравствуйте. Хорошо, отлично. Давайте для тех, кто меня не знает или видит впервые, напомню. Меня зовут Анна Богинская, я автор известной трилогии «Жить жизнь». Трёх вот таких романов «Жить жизнь». Вторая книга «Жить жизнь». Вторая книга «Грех прощения» называется. И третья книга называется «Код вознаграждения». Это трилогия. То есть, читайте их лучше в порядке, в порядке написания «Жить жизнь», «Грех прощения», «Код вознаграждения». Собственно, большинство из вас узнали меня именно по названию «Жить жизнь» и именно по этим трем романам, которые, как вы знаете, были экранизированы, инсценизированы, начитаны, прочитаны. В общем, и две ещё вот такие замечательные книги, которые тоже очень любите. Это «Порабощение любовью» и «Исцеление любовью». Собственно, «Порабощение» это книга исследования, которая посвящена нездоровым отношениям, разрушительным отношениям, «Исцеление любовью». Это книга, которая посвящена здоровым отношениям. Вот. Ну и, конечно же, как вы знаете, во сколько многие вас, знаете меня как знатока человеческих душ, да? И многие из вас нашли меня, возможно, на просторах Ютуба именно в теме распознания и выхода из деструктивных отношений, а также профессиональной манипуляции. Возможно, вы знаете меня именно из Ютуба. Вот. Ну и сегодня мы обещали сделать эфир. Появилось такое предложение от команды. Поговорить сегодня не как обычно у нас это происходит, что я всегда выхожу с какой-то там отдельной темой, которая отвечает на ваш вопрос, потому что весь вообще контент на моих страницах, конечно же, генерируете вы. Собственно, вообще, как появились эти эфиры? Жить жизнь, когда начала набирать популярность, одни и те же вопросы я получала в личку. И в какой-то момент я поняла, что меня не хватает. Я не могу совершенно успеть ответить всем. И мне пришлось выходить с ответом на какой-то вопрос, который вы наиболее часто задаете на своих страницах в социальных сетях. Это Facebook, чуть позже потом появился Instagram, YouTube. И я скажу о том, что получается на самом деле миссия этих эфиров, это ответ на ваш вопрос. Со своей стороны также хочу сказать, что обычно наш формат здесь в Instagram выглядит, как это ответы на ваши вопросы, когда вы задаете вопросы, а я на них отвечаю. Собственно, сегодня у нас будет примерно такая же похожая рубрика вопрос-ответ. Вот, я буду просто проходить по вашим вопросам, которые вы наиболее часто задаете. Но единственное, сегодня команда мне предложила, говорит, давайте больше поговорим о вас. То есть, вот давайте я вам сегодня буду отвечать на вопросы, которые, возможно, вас волнуют в отношении меня, или то, что было бы интересно вам. Поэтому пока вы их задаете, я вам расскажу о том, что я сейчас, конечно же, пишу уже новый роман, новую книгу, которую очень хочется тоже дождаться ее экранизации. Надеюсь, уже в этот раз в Голливуд. Саня, стоп, работаем, работаем. Вот, и мы, надеюсь, уже будет в Голливуде. Вот, но книга такая очень сложная для меня, потому что, признаюсь вам, открою небольшую такую, не спойлер, даже спойлер, я держусь мужественно. Но она очень сложная технически, эта книга, за счет того, что очень много информации приходится изучать, вот, и очень много думать о том, как преподнести тот или иной сцену, ту или иную сцену, да, в книге, в романе. Но я что-то чувствую, что прямо вы, во-первых, не ожидаете, мои читатели, такого поворота событий. А во-вторых, конечно, я все-таки очень надеюсь, что вы меня откроете еще заново как автора. Видите, на самом деле, что многогранность меня именно как писательницы. Так, вот Елена пишет, Анюта, рада вас слышать и видеть, нахожусь в убежище для женщин, рассказала о вас еще одной женщине, знаю, что это ей поможет. Я переживаю каждый раз и до слез расстраиваюсь, когда я вот такие письма читаю или сообщения о том, что, к сожалению, сегодня очень много женщин и мужчины, кстати, тоже находятся вот в таких деструктивных отношениях, где им приходится иногда бежать в другую страну или город для того, чтобы избавиться от этого абьюза. И, к сожалению, самое вот тоже печальное, когда приходится прибегать или в программе защиты, или вот таким вот историям, когда мы вынуждены жить на убежище. Поэтому я вас обнимаю, знаю, что вы обязательно победите и обязательно будете счастливы, вот. И просто держитесь и найдите, что это временно, и это ваш первый шаг к собственной свободе и собственному счастью. Поэтому вот так вот. Так, ждем чтения. Так, кто же меня… Да, давайте в Фейсбук в воскресенье почитаем, может быть, книгу. И я тоже соскучилась. Мне кажется, я же недавно была в эфире, почему вы так все соскучились? А? Это же недавно было совсем, мне кажется. Несколько лет… Замужем ли я? Я официально не замужем. Вот. Поэтому, что касается… Спасибо, поблагодарить за ваши книги. Вот. Лена пишет. Добрый вечер. Я хочу вас поблагодарить за ваш курс «Отношения для жизни». Два года назад он изменил мою жизнь. Я вышла из насильственных отношений, переехала в Европу, веду группу поддержки девочкам. Вот видите, для меня это тоже огромная честь. Потому что вы знаете, у меня есть несколько онлайнов, которые были созданы по просьбе читателей. Один из них – это «Отношения для жизни» или «Вместо жизни». Он стал таким очень легендарным, где мы очень подробно обсуждаем причинно-следственные связи тех или иных выборов в наших отношениях. И почему одна женщина или мужчина готов терпеть годами деструктив, а кто-то развернется, уйдет через несколько дней и станет счастливым. И вообще мы там очень много говорим на этом онлайне, именно об отношениях, о наших детских травмах, о самоценности, о любви истинной к себе. Поэтому вопрос в том, что для меня всегда большая радость. Я знаю, что эти онлайны изменили судьбы десятков, сотен тысяч людей в семидесяти странах мира. Вот, потому что я с большой любовью всегда их готовлю и делюсь своим жизненным опытом, потому что я человек, который результат своего мышления. Я такой не была, я такой стала. Я этому научилась, я изменила, полностью перестроила все свои эмоциональные реакции, в том числе и понимание, что такое любовь истинная. Поэтому классно, спасибо, мне приятно. И вы знаете, что вот 15 ноября у нас стартует любовь или зависимость 2.0. Это один из моих тоже очень известных онлайнов, который 5 лет назад я записывала, именно по выходу из созависимых-зависимых отношений. Как это освобождение от этих глупых страданий. Уникальность этого онлайна в том, что люди страдают годами, в этом раз такие три занятия. Говорят, боже, зачем я страдала? Всего три занятия, и я уже была готова освободиться. Да, это удивительная штука. И получается, я его 5 лет назад записала, но в связи с некоторыми техническими особенностями сейчас я решила его перезаписать. Поэтому, если вы хотите к нему присоединиться, это не только для тех людей, которые выходят из зависимых отношений. Это в первую очередь онлайн, который направлен на управление собственными чувствами и понимание того, что такое модель любви, что-то движет в любви. Почему ты что-то называешь любовью, а что-то любовью не называешь? И откуда что берется? Вот, собственно, вот этому в первую очередь посвящен этот онлайн. Верю ли я в прошлые жизни? Конечно, я верю в прошлые жизни. И немножко вы знаете, что мой новый роман называется «Семь жизней». Понятно, что так или иначе по названию это техническое название. У книги будет другое название. Я всегда так делаю. У меня есть техническое название, под которым я вначале анонсирую что-то, а потом уже люди узнают настоящее название. Вот, ну, можно догадаться, что так или иначе все в жизни будут где-то как-то связаны с переселением душ. Вот, или с пониманием того, что такое прошлые жизни. Мне кажется, что больше эта книга, она посвящена законом бытия, да, как я называю, бытия, да, то есть взаимодействие на духовном уровне, да, с нашей душой. Вот так вот. Больше душе, наверное, даже эта книга посвящена. Спасибо, что ждете книгу. Учусь на психолога и счастлива в отношениях. Вот это продолжение, да, после отношений для жизни или вместо жизни. Для меня это самое огромное вообще честь и самое большое желание. Вот. Потому что все, что я делаю на своих страницах, в первую очередь направлено на то, чтобы вы были счастливы. Я его, знаете, скажу, что когда вышла трилогия, еще «Жить жизнь», «Грех прощения», только вторая книга, когда «Грех прощения» вышла, был период, когда я получала просто тысячи-тысячи писем, и они были все наполнены такой болью. Я как будто бы стала местом для исповеди, да, жертва абьюза. И мне тогда казалось, был такой момент, я это все очень через себя пропускала. И у меня было такое внутреннее какое-то переживание о том, что, ну, смогу ли я сдвинуть эту стену, да, смогу ли я дать те ответы, чтобы женщины и мужчины по-настоящему стали счастливыми. Так вот, что удивительно, что сейчас там 85 процентов писем, которые я получаю, это благодарственные письма, которые начинаются со слов «Анна, в вашей книге меня спасли», там «Анна, я там то-то, я счастлива, счастлива, счастлива». То есть, вот эта масса, как сказать, которую информационную мы вместе с вами создали, она привела к тому, что сегодня вот те люди, которые там пришли на мои страницы год назад, да, они уже сегодня счастливы, и они пишут эти благодарственные письма. Поэтому не забывайте писать мне благодарственные, меня это всегда очень мотивирует продолжать идти дальше. «Где изначально вы брали знания про абьюзеров, манипуляторов, чтобы стать экспертом?» Огромное количество разной психологической литературы, не только, но и нейропсихологической литературы. То есть, это есть огромное количество специалистов на уровне психотерапевтов, которые занимаются такими процессами. естественно, это была аналитика огромного спектра разной информации, разных авторов. Там сейчас уже, знаете, уже годы, я давно это было. Пять лет назад я сейчас совершенно не углубляюсь в тему абьюза, она мне неинтересна. В основном я как бы реагирую на те вопросы, которые вы мне задаете. И поскольку на моих страницах так или иначе 80-85% людей, которые пережили абьюзивные отношения, поэтому, когда я выхожу в эфир, конечно же, вы к этим вопросам возвращаетесь. Я лично сейчас, на сегодняшний момент, последних года три, все, что касается абьюза, вообще, для меня она закрыта. Я изучила настолько до такого дна, что даже знаю, как у психопата устроен мозг. Вот, поэтому, да. То есть, да, конечно, изучала так же, как и все разные исследования в психотерапевтах разных очень известных людей, которые занимались нейропсихологов, вот, нейрологов. Поэтому вот так, спасибо. Анна, расскажите про ваш обычный день из жизни. Мой день абсолютно стандартный, как правило, одинаковый. Мне это очень нравится в большинстве случаев. Я работаю ежедневно, я обугуливаю собаку утром, я медитирую. Несколько раз в неделю занимаюсь спортом. Обычно где-то с 9-10 утра я в рабочем режиме, до 5-4. До раннего утра это, конечно, прогулка, потом завтрак, вот, совместный. И дальше уже работа. Все зависит от того, что это за день, какой план на этот день, это или зумы, или технический. И еще я стараюсь выделять дни для того, чтобы писать книгу. Вот. Последнее время мне это как-то очень мало сложно, из-за какой-то нагрузки эмоциональной, наверное, и физической. Но вот сейчас опять активно начинаю дописывать. Осталось 30% самое тяжелое. Поэтому то, что является обязательным условием моего дня, это, конечно, правильное питание. То есть я всегда слежу за своей едой. То, что я ем, сколько я ем. Я один из тех страшных людей, которые ведут дневник питания 5 лет, допустим. И поэтому ем я два раза в день, это завтрак, ужин. И, естественно, я слежу за этими вещами. Ритуалы красоты, обязательно медитативные упражнения. Если я на что-то изучить, я буду это садиться и изучать. Еще, кстати, огромный пласт информации, который я изучаю для новой книги. Его главная проблема, что он занимает у меня очень много йотабайт в моей голове, но при этом эта совершенно информация неприменима пока к нашему общению. Вот поэтому получается еще дополнительная нагрузка на меня. Добрый вечер, Анечка. Очень хотелось бы узнать, когда в клубе ЖИЖИ начнется запуск вашего проекта, на котором вы работали много лет? Приоткроете завесу. Мы ожидаем окончания, где-то старт его, возможно, уже начнется в апреле. Это если все у нас получится. Да, это проект, который я начала еще в 2021 году. И он должен был, собственно, выйти в 2022. Но из-за всего произошедшего в мире он был на стопе. Но мы его возобновили. И я очень верю, что скоро уже я его презентую. И верю в то, что все участники клуба ЖИЖИЖИ будут в огромном восторге. Потому что это совершенно удивительно. И я верю, что этот проект поможет очень многим моим читателям по-настоящему вообще изменить жизнь. Для тех, кто не знает, в каждой книге, электронной в том числе, лицензионной на аннабогинская.com, есть бабочка с уникальным кодом. Так же, как каждый мой читатель уникален, так же и уникальный код. С помощью которой вы регистрируетесь на сайте аннабогинская.com и попадаете в закрытый клуб ЖИЖИЖИ. Вот, где есть просто тонны уже информации за 5 лет на разные темы, касаемые личностного развития, совершенно бесплатно. Вот, поэтому если у вас есть книги, и вы не зарегистрировали свою бабочку, обязательно зарегистрируйте ее. И добро пожаловать в клуб. После отношений для жизни в 2021 году мне предложили работу. На моей карте желаний было много духов и украшений. Моя подруга начала заниматься украшениями. У меня появилось много украшений, а также были духи. Ну, видите, да, там есть одно из упражнений. Это отношения для жизни или вместо жизни. Это калаш отношений. Мы делаем там специальную технику калаширования. Девушка делится этим опытом. Суперский макияж, спасибо. Вот, и мне начали. Как давно вы были в Киеве? Последний раз в Киеве я была в 21 году. В 21 году, да. Добрый вечер, Анна. Как вы смотрите на пару, где есть разница в возрасте 15 лет? Ну, надеюсь, он на 15 лет его младше. Или как, или он старше. Смотрите, у меня на самом деле очень философское отношение к этой истории. Я считаю, что возраст имеет значение, когда у людей, допустим, нет каких-то очень глубоких чувств. Конечно, в моем идеальном мире. То есть, идеально это когда там плюс-минус, 7-10 лет разница. Но я никогда не буду там осуждать браки, в которых там есть люди, у которых 30 лет разница. Но видно, что эти отношения очень наполнены любовью. Мое такое внутреннее состояние, понятно, что в большинстве случаев, главное, как бы, камень преткновения, которое станет с годами, это, конечно же, секс. Поэтому мне кажется, что надо очень любить человека, да? Или иметь какие-то очень важные причины, почему ты на это добровольно идешь. Приемлемо это в моей жизни? Нет. Скорее, ну, нет. То есть, вот для меня, допустим, табу. Большая разница в возрасте, там, 15-20 лет. Поэтому вот такой мой ответ на вопрос ваш. В большинстве случаев большая разница в возрасте, как правило, базируется на финансовой зависимости от этого мужчины. Там, да, или от этой женщины. Потому что есть браки, где женщины на 25-30 лет старше. Но есть также истории, когда это действительно искренне, по-настоящему люди любят друг друга. Цинично вам отвечу, что, конечно, заниматься любовью с ровесником всегда будет более приятно, чем человеком, который старше тебя на 20 лет или 30. Это неизбежно. Поэтому, как бы, вот это главное такое, главный мой такой основной посыл. Но я всегда говорю о том, что остерегаться нужно только одного. Это когда вы понимаете, что люди из-за того, что они младше вас, они начинают вами пытаться каким-то образом пользоваться. Но если это искренне, если это прямо настоящее чувство, то, мне кажется, возраст уже не имеет значения. Плюс я вам скажу, на самом деле, есть такие там 30-летние, которые чувствуют себя на 40, да. А есть такие 50-летние, которые чувствуют себя на 30 и выглядят точно так же. Но тоже многое еще от человека зависит. Вот. Книги доступны на сайте annaboginskaya.com. Так. А вот еще пишут, не знаю, как зовут, такой сложный этот ник. А также на курсе, не помню, на каком нужно было рисовать дерево. И туда я написала, желание проработать. Через день мне предложили выйти туда и даже мечтать, куда я... Это тоже из отношений для жизни или вместо жизни. Так. Анна, здравствуйте, поругались с мужчиной по телефону. Были на расстоянии, так как он живет в другой стране. У нас была назначена дата свадьбы после ссоры, удалилась друзей. Два месяца не общаемся. Бывает, но это как-то очень странно, особенно когда люди... Помните, как я в исцелении любовью пишу? Ссора это не повод для расставания. И вот этот момент очень важно вообще с партнером всегда обсуждать и об этом говорить. Помните, как вот, знаете, эта трагедия для меня сейчас огромная, которая случилась с Чендлером из сериала «Друзья», потому что я жуткий фанат, жуткий, сильнейший фанат сериала «Друзья». Вот. И что Мэти Перри умер. Недавно, потом, в соболезновании его семье и всем фанатам на планете Земля. И в том числе я испытала это чувство, что колесо сансары движется. И есть вопросы, которые на легенды уходят. Так вот, я вернусь просто к герою Чендлера из сериала «Друзья», когда у них с Моникой начинаются отношения. И они первый раз ссорятся. И он сразу же такой, ну, значит, все, наши отношения закончились. Ссора это не повод для разрыва отношений. Совершенно не повод. Поэтому, не знаю, там, измена, например, может быть там, или еще что-то. Но если это просто ссора, надо просто поговорить, потому что это какие-то эмоции. Вот. После карты отношений я еще пока не встретила своего человека, но появилась куча мужчин. Ничего впереди. Может быть, вы просто не хотите отношений сейчас. Может захотеть чуть позже. Чем умнее, осознаннее и здоровее становлюсь, тем сложнее впустить мужчину в свою жизнь. Нужны ли вообще отношения, если хорошо и самой жить жизнь? Благодарю. Но если у вас есть на это запрос, то есть, ну, для меня, например, лично, я не считаю, что наличие отношений или их отсутствие, это показатель чего-либо в жизни, личности человека. То есть, я знаю очень успешных, счастливых людей, которые целенаправленно хотят оставаться холостяками или холостячками. Это их жизненный выбор, вот. И в этом вопросе, то есть, точно так же, как и рождение детей. То есть, на мой взгляд, рождение детей не определяет вообще личность. И в моем окружении есть очень много людей, у которых вообще нет детей. И это их решение, потому что их жизнь посвящена чему-то другому. Более важному, как они считают, профессии, миссии, благотворительности и так далее. Поэтому я как раз вообще считаю, что важно, какие отношения, счастливы они или нет. Вот. И насколько они тебя наполняют, как ты смотришь, какая энергия с тебя считывается, когда ты находишься в тех или иных отношениях. Вот об этом скорее важно, мне кажется, думать. что касаемо... Я же пишу об этом в исцелении любовью, что... Что касаемо вот самодостаточности, да. Говорят, что самодостаточные люди более одинокие. Ну, чаще одинокие. Но нет никакой прямой корреляции от того, что самодостаточный человек обязательно остается один. Ничего подобного нет. Потому что я знаю очень много самодостаточных людей, которые находятся в отношениях. Точно так же я знала много самодостаточных людей, которые не находятся в отношениях. Просто с приходом самодостаточности ты освобождаешься от определенных социального давления или догм. То есть, вы же понимаете, что большинство людей находятся в отношениях не потому, что они в них счастливы, а потому что надо выйти замуж, или надо родить ребенка, или надо быть женой. То есть, люди просто уничтожают свою жизнь 20-25 лет для того, чтобы их соседи поставили галочку и сказали, ой, ты молодец, ты был 20 лет в браке, вместо того, чтобы быть счастливым, находясь там очень часто в несчастных или даже деструктивных отношениях. Поэтому, когда мы говорим о том, что ты становишься здоровее психически, и у тебя растет там уровень твоей самодостаточности, и в какой-то момент приходит точка, когда, а, социальное давление больше на тебя не имеет значения, а, б, ты уже не готов в свою жизнь впускать всякую нечисть. То есть, самодостаточные люди, как правило, всегда находятся в отношениях, если они этого хотят. Но это всегда созидательные отношения. Поэтому здесь вот вопрос, в чем, нормально это или нет? Что, если для вас цель стоит быть в отношениях, и вы не можете эти отношения в жизни создать, то, значит, ваша травматика, страх повторения, или то, что вы пережили в предыдущих отношениях, меняют, мешают вам это сделать. Поэтому, если стоит задача быть в отношениях, да, то тогда нужно работать с тем, почему вы не хотите входить в это, там, значит, сидит какая-то травма. А если наоборот нет такой задачи, то тогда нужно жить счастливо, счастлива жизнь. Но, как показывает мой опыт, как раз таки, что те, кто свободны от комплексов, это люди, которые всегда практически находятся в отношениях, потому что тебя, ну, их подхватывают мгновенно. Ну, и потому что они, как бы, и не особо, как бы, так даже и стремятся. Ваша новая книга будет похожа на «Оплачный атлас». Нет, не будет она похожа на «Оплачный атлас». Она будет похожа на мою новую книгу. Расскажите, пожалуйста, про вашу собачку. Ну, собачка появилась в результате того, что моим друзьям надо было помочь, и она приехала ко мне пожить. Вот, в какой-то момент она просто вот так вот чуть-чуть осталась. То есть, я не моя собака на сегодняшний момент, и я понимаю, что она в моей жизни временна. Но она мигрирует между семьями. И ей четыре года. Вот, ну, вы можете в профиле, по-моему, посмотреть. У неё там указано даже, сколько ей лет. И она совершенно потрясающая. Мне кажется, она одна из самых лучших событий моей жизни, которые случились со мной за последних несколько лет. И, как бы, я совершенно не ожидала своей собственной любви к пуделю. Но, тем не менее, она очень такая нежная и трогательная. И, что самое главное, она заставляет меня с ней гулять по полтора часа. Поэтому это очень важно. Вы стали моим первым человеком, который ввёл меня в саморазвитие. Спасибо, для меня это огромная честь. Анна, добрый вечер. Благодаря вам вышла с больных отношений. Вы супер. Почему в мире так много Матвеев? Ну, потому что циничный мир. У нас же считается, что если ты добрый, то ты лох. А если ты циничный манипулятор, то ты, как бы, такой вот весь альфа. Поэтому, как я пишу, помните, в «Порабощении любовью», что если бы манипуляторов называли психопатами, абьюзерами, то это было бы уже не так романтично, как история о том, что я там манипулятор и немножечко манипулирую по вечерам, женщинами или мужчинами. Вот, а манипуляцию называли некрасивым словом манипуляцией, а именно психологическим насилием, абьюзом. Если бы за это был срок официальный, такой серьезный, как за физическое насилие, то, наверное, бы манипуляторов стало меньше. Но, на самом деле, манипуляция это очень разрушительная штука. И это состояние, в которое ты погружаешься, особенно, когда к тебе пытаются применить какие-то профессиональные техники, ну, этого бесконечного диалога в твоей голове и какого-то тремора внутреннего, ну, это состояние жуткое. И вот я, например, живу очень много лет в спокойствии, да, в свободе от всего этого. Да, у меня там есть какие-то напряжения, связанные там с моей семьей, с какими-то задачами, офисом, проектами и так далее. Ну, в глобальном, как личное состояние, я нахожусь в спокойствии. И, ну, я вспоминаю, вспоминаю то состояние, которое было тогда, и думаю, боже мой, представляешь, что кто-то в это время живет 5-7-10 лет в этом состоянии. И вот то, что меня всегда я пытаюсь донести и сказать вам, что самое страшное в деструктивных отношениях, это потерянные годы, которые уже никто никогда не вернет. Вот это, на мой взгляд, самая страшная история. Вот, спасибо за добрые слова. Именно название отношения для жизни или вместо жизни я задумалась и поняла, что это не жизнь, когда плохо. Конечно, так и есть. Ну, и вообще, как бы, на самом деле, помните, как про обощение любви я рассказывала, что если вы слишком погружаетесь в отношения на первом этапе, это как раз говорит о вашей склонности к созависимости. Потому что наши отношения, новые отношения или еще какие-то, то есть отношения никогда не могут быть вместо жизни, это ненормально. То есть, нет никого более ценного на вашей земле, на земле человека, чем вы. И все, что вас разрушает, самодостаточная здоровая психика будет немедленно удалять из жизни. А зависимое, помните мои слова, что для несамодостаточной личности, прям с книжки читаю, «для самодостаточной личности знакомство с человеком, вызывающим недоверие, повод присмотреться внимательнее, а несоблюдение договоренности в начале отношений причину прекратить общение. Для самодостаточной личности, несамодостаточной личности, изнемогающей под гнетом страха, усвоившей неэффективную модель любви с миром. Деструктивное поведение партнера становится началом большой любви. И вот в этом разница в нашем мышлении, что наше невежество и непонимание, что заставляет внутри нас делать тот или иной выбор, приводит к разрушенным жизням и судьбам. И вот этому самое страшное, потерянным годам, когда ты вдруг осознаешь, что эти пять лет, которые вы потратили на идиота, вам никто не вернет. И никто не вернет вам разорванные ваши нервы, вашу, как это, нервную систему, ваше здоровье. Потому что в результате тех отношений ты начинаешь плохо спать, у тебя начинаются проблемы с кортизолом, у тебя начнется проблема со здоровьем, ты становишься зависимым от ложного адреналина, эндорфина. То есть, происходит такое количество разных механизмов, которые задействованы в твоем теле, что ты никогда больше не будешь тем человеком, даже физически, который был, каким ты был до деструктивных отношений. И это страшно, потому что мы уходим оттуда травмированные не только мыслями, эмоционально, но еще физически травмированные. Даже если прямого физического абьюза не использовалось. И годы надо, чтобы восстановиться, и в очень многих случаях полностью восстановиться, и ты никогда не сможешь восстановиться. Полностью, да, физически, например, потому что уже какие-то необратимые процессы произошли. Книга будет трансформационная? Конечно. Я, конечно, я никогда не позиционирую себя как психолог, и на это никогда не претендую. Но, да, у меня были закончены всякие курсы, связанные с психологией, и многие другие вещи. То есть, теоретически, если бы я поставила себе эту задачу, я могла бы. Но я считаю, что психолог это тот человек, который терапевтирует. Я не терапевтирую людей, мне это неинтересно, и, соответственно, плюсы мы должны помнить о том, я вам дам рекомендацию сейчас, ходите только к тем психологам, которые ходят сами минимум 60 часов терапии. Вот, для того, чтобы они не накидывали на вас свои экзистенциальные проблемы. Потому что, вот, но я никогда не позиционировала, никогда не ставила себе такой задачей. Вы сами переживали абьюз? Ну, я думаю, что эта тема пришла в мою жизнь не просто так. Конечно, когда-то я переживала абьюз, просто разница между мной и очень многими жертвами, что у меня это длилось очень кратковременно, потому что я просто вышла мгновенно из таких вещей. Но я переживала абьюз, который являлся профессиональным, когда человек использует гипноз, NLP, когда человек использует такие приемы, которые просто могут довести человека до психушки. Поэтому, да, конечно, абьюз психоэмоциональный, да, физически, слава богу, нет. Я беру супервизию, да, и у меня есть психолог, с которым я работаю очень много лет. По ее просьбе, она просит не говорить ее имени, вот, но мы, я всегда беру супервизию. Уже много очень лет, то есть, как бы, не знаю, сколько. как вы относитесь к тому, что сейчас много духовных гуру? Я вообще не могу сказать, что я много или мало, а почему вы решили, что раньше их было меньше? Просто сейчас интернет стал, и их стало более видно за счет социальных сетей. Но к тому, что значит духовный гуру? Для меня духовный гуру, это когда человек является, там, имеет какую-то религиозную составляющую. Я не считаю, что их много. Может быть, я просто их не вижу. Поэтому это очень такой обобщенный вопрос. Как вы относитесь к такой теории, что все, что с нами происходит, мы создали сами, и отношение людей к нам тоже? Я считаю, что все, что в нашей жизни происходит, это результат нашего выбора. Но, когда человек принимает какое-то решение, как к нам относиться, это его решение. Вы отвечаете за свою реакцию на его поведение. Помните, как я пишу в жизнь? Вы не можете изменить другого человека, но вы можете изменить стратегию своего поведения в отношении этого человека, и этот человек начнет по-другому к вам относиться. Здесь форма в чем? Я очень не люблю, когда происходит такой виктиблеминг, перенос ответственности на происходящее в твоей жизни, на тебя с абьюзера. Это неправда, это неправильно. Когда мы становимся жертвами абьюза, там есть две очень важные составляющие. То, что делает он, он делает это с тобой, будет делать со всеми другими. Даже с самой идеальной принцессой он будет делать то же самое, потому что он садист. Но в тот момент, когда ты начинаешь это терпеть и давать шансы, это твоя ответственность в этом участвовать. Поэтому еще раз повторю свои слова. Мы, все, что имеем в нашей жизни, это результат нашего выбора. В том числе быть сабьюзером, это тоже результат нашего выбора. Мы выбрали терпеть и находиться в этих отношениях. И да, люди считывают наш код и относятся к нам так, как мы относимся к себе истинно внутри себя. Это самая страшная правда, просто бьющая хлыстом. Что то, что мы о себе истинно внутри себя думаем, люди это считывают и демонстрируют в отношении нас. Но абьюзер садист, и он будет делать деструктивные действия в отношении любой личности. Неважно, она закомплексована или нет. Вот. Мой самый любимый город для жизни, это Нью-Йорк. Вот. В мире есть два места, в которых я могу находиться бесконечно долго, и я хочу туда постоянно возвращаться. Это Нью-Йорк. Но именно Манхэттен. И второе место, это Сейшельские острова. Все остальные, я объездила весь мир и была там, не знаю, в сотнях городах, странах, в весях и везде. Все остальные города мне не вызывают никакого желания вернуться туда или там жить. То есть, мне очень нравятся места, которые расположены на граните. Гранитная плита. Гранитная фабр. Не знаю, почему. Сейчас вот скажут, просто гранит подходит вам по гороскопу. Анечка, благодарю за онлайн. Моя карта желаний 20-21-22 года. Сейчас я в отношениях, мой мужчина, копия свода моей карты желаний. Да, нафеячила я хорошо, мне нравится, благодарю. Фея, да, слово фея, нафеечку. Значит, я скажу, что да, карты сбываются, это правда. И очень многие пишут о том, что вот прям точь-в-точь, как нарисован, кого вклеил, того и получил. А как вы без обеда? Ну, тайник, когда я ем утром в 11, примерно, в 10, в 10 и в 8, в 7.30, в 8 вечера. Много лет не очень комфортно от этого. Ну, это моя система питания. Я очень много лет нахожусь в кеторелигии, то есть, я употребляю 100 грамм белка в день, и 100 грамм шира, и там, 25 грамм углевода. Но, еще раз внимание, я никого не призываю к этому питанию, потому что я считаю, что у каждого человека есть свой физиологический процесс, и есть система питания, которая подходит конкретно для него. Вот та система, которая есть, и подтверждением этому являются анализы. Вот если у тебя идеальные анализы, где у тебя биологический возраст на 18-20 лет, то значит, ты правильно питаешься, это подходит конкретно тебе. Но это не значит, что это подходит совершенно всем. Вот, поэтому мне, да, мне удобно есть два раза в день, причем утренняя, там, калорийность, там, 900 калорий, а вечерняя, там, 400, 500, 300, по-разному было. Вот, поэтому мне это комфортно, и мне это очень нравится, конкретно с моей генетикой мне такое питание подходит. Нравится ли вам жизнь в Америке? Плюсы, минусы? Да сложно это сказать, нравится или нет. Знаете, тут сказать вот о чем надо. Тут надо сказать о том, что я же уже такой космополит очень-очень много лет, и как бы живя в разных странах, местах, городах, по 2-3 месяца до этого. Ну, я всегда очень любила Америку за ее какую-то форму такой энергетической, может быть, свободы, да, что неважно, где ты, кем ты родился или в какой семье, ты получаешь шанс, возможность добиться очень многого. вот, конечно, Америка там может быть сложна в каких-то, например, Нью-Йорк это очень дорогой город, очень дорогой. Мне кажется, что вот Лондон, Токио и Нью-Йорк это три самых дорогих города на земле, и Нью-Йорк, мне кажется, первый в списке. и, конечно, жизнь в Америке, она сложная именно в том числе, что ты постоянно должен находиться в каких-то процессах, да, вот, но она, ну, Америка для меня все равно прекрасна, и она мне очень подходит вот именно по какому-то моему ментально-эмоциональному состоянию. Так что да, я легко могу жить в Америке, и она мне нравится. Минусы, плюсы, точно тоже очень сложно сказать, потому что я как бы не сталкиваюсь, возможно, с очень многими проблемами, с которыми сталкиваются люди там, которые находятся в наемном труде, или еще что-то. У меня же такая работа на расстоянии, и я как бы коммуницирую со своей командой, со своими проектами, с офисом, и тому подобное. Все равно так или иначе, в статусе босса, да, даже живя в Америке, живя в США, или там пишу книги, у меня нету коммуникации там с большим потоком каких-то людей, да, потому что все люди, которые находятся рядом со мной, это люди, которые являются или моей семьей, или моими близкими, какими-то друзьями, и это как бы люди уже с определенным мышлением. Вот, поэтому тут, наверное, больше сказать, я не тот человек, который, знаете, там, в 20 лет, в 18, с одной, как-то, с одним чемоданчиком прилетел в Америку и там построил здесь свою жизнь. Я являюсь таким человеком, который уже, приехав сюда жить, уже имел определенный статус и определенное достижение и все остальное. И очень много лет присматривалась к этому переезду, и на него решалась совершенно осознанно. Спасибо за добрые слова. Информацию собирали пять лет назад, но эти насильники не меняются, так что это очень актуально. Они не меняются, конечно, потому что у них определенные ритмы и определенные части в мозгу атрофированы, поэтому у них совершенно одинаковое поведение. Они себя вели так и сто лет назад, и двести, и через триста лет буду себя вести одинаково. Поэтому так. Спасибо за добрые слова. Я очень рада стать ответом. Анна, расскажите, как вы медитируете? Вы безоговорочно верите источнику? Я всегда доверю, у меня есть стопроцентное доверие к себе, и я знаю одно. Помните эту фразу в «Жить жизнь», когда Виталик, герой, говорит ее друг, смотри, не бойся никого потерять, потому что если ты ошибаешься, то он тебе это докажет. Если ты не ошибаешься, то ты не будешь тратить время. Помните, как Анна не может решиться на это действие, разорвать отношения с Матвеем, и только вторая книга уже дорастает от того, чтобы к этому состоянию прийти. так вот, на мой взгляд, доверие к себе, это обязательная часть, составляющая здоровой любви к себе. То есть, когда ты не боишься ошибиться, а думаешь о том, что я просто сейчас доверяю себе, и это так. Вы же прекрасно знаете и понимаете, что если бы вы себе доверяли, большинство бы из вас никогда бы не оказались в тех деструктивных отношениях, в которых вы оказались. И что ваша интуиция, ваше тело говорили вам, беги, вали оттуда. Но ты такая, ой, нет, а может я ошибаюсь? А почему мы себе не доверяем? Потому что нет вот этой истинной любви к себе. Поэтому да, если я взаимодействую с источником, и он мне что-то говорит, я этому безоговорочно доверяю. Как я медитирую? Я медитирую очень много лет уже. Я более 20 лет нахожусь в медитациях. Последних лет 7 я медитирую исключительно в состоянии тета. Поэтому те медитации, скажем, которые на онлайнах моих у вас есть, мои медитации, они более легкие. Я ухожу, я работаю в основном со своим бессознательным для того, чтобы подумать о чем-то. Для меня медитация это рассуждение, размышление. То есть, когда, например, я погружаюсь для того, чтобы там придумать название книги, или понять для себя, какой будет обложка, или увидеть там продолжение, о чем мне нужно писать, или мне нужно решение там, связанное с другими проектами, которые я должна придумать, проанализировать, и в это погрузиться. У меня вот такие медитации. Тета, когда тебе холодно становится. Анет, объясните, пожалуйста, почему случаются откаты, когда все поняла и ушла от абьюзера? Потому что это зависимость, потому что ты возвращаешься, ты же зависим, для тебя человек является дозой. И пока ты не находишься в терапии от зависимости, вот как онлайн-любовь или зависимость, или хотя бы книга про обращение любовью, ты будешь уходить в откаты. Но это ответ на вопрос, а почему алкоголик уходит с собой, почему наркоман становится, возвращается к своему веществу. Так что такова зависимость. Человек ассоциирует свое удовольствие конкретно с этим человеком, с абьюзером, который многократно провел его через адреналиновую псевдолюбовь. Помните мое легендарное видео «Адреналиновая псевдолюбовь»? Вот это то, что вы должны запомнить и посмотреть каждый из вас. Оно здесь и в Инстаграме есть, и в Ютубе есть. Вот. И вы обязательно посмотрите его. И вот на этом адреналине держится вся твоя зависимость. Ты ищешь эту дозу для того, чтобы с ним, ну, то есть для того, чтобы ее получить. И я очень редко об этом говорю, и даже очень редко, может быть, даже за всю жизнь, может быть, один или два раза говорила. Потому что мне не хочется говорить там прям до такой степени вам правду. Но правда заключается в том, что пережив абьюзивные отношения, мы всегда будем находиться с вами в зоне риска, как бывший наркоман. То есть, мы будем все равно склонны реагировать на людей, которые деструктивны. Но это не значит, что мы должны в это входить и это проживать. Это, конечно, значит всем другое, что мы можем это не проживать, делая сознательные выборы из любви к себе. Вот. Вы знакомы с расстановками? Я категорически не люблю расстановки. И по многим причинам. Во-первых, я видела очень мало действительно по-настоящему хороших специалистов. Вот. Второе, я считаю, что есть более простые методики, и они дают более классные результаты. Ну, это не говорит о том, что вы можете делать со своей жизнью все, что хотите, но конкретно я не использую такие штуки. Спасибо. Добрый день, с какой книги начать? Для тех, кто в хороших отношениях находится. С романов, конечно, или исцеление, любовь. Почитайте жизнь. Это очень интересный роман. Там же не только о манипуляции. Там еще очень много и о любви, и о самодостаточности, и о самоценности, и преодолении, достижении результата в собственной жизни. То есть, очень о многих таких вещах важно. Анна, какие советы вы даете мусульманкам, которые пришлось терпеть присутствие второй жены? Я не могу тут давать какие-либо советы, потому что ментально я многократно отказывалась, отказывала от консультаций, вот именно в таких ситуациях. Потому что, сейчас я скажу, как вам сказать, религиозный аспект тех или иных отношений имеет очень большое, существенное влияние на наше мышление. И, например, то, что для вас считается, например, боже, как это вторая жена, для женщины-мусульманки это может быть даже радостью, что она наконец-то будет не одна, и будет не скучно, и у нее появится помощница. Поэтому я в этой истории, в жизни, видела разное. Поэтому я в таких вопросах не могу давать советы, потому что мое мышление как бы заточено под другое. Я не понимаю, как это происходит. Потому что это невозможно, надо в этом вырасти, для того, чтобы это понимать. Такие вещи. Религия, это вообще очень большой код нашего мышления. Вот. А если он пропал без пояснений, это повод для разрыва? Ну, естественно, если у вас в отношении человек пропадает на три дня, то, конечно, это повод для разрыва, ну, на мой взгляд. Вот. Надо заканчивать такие штуки. Ну, конечно, надо позвонить, спросить, это что происходит, ну, и закончить. Если это просто свидание, там, например, или человек, только ваши отношения находятся в каких-то зачатках, только начинает, конфетно-букетное зачатие ваших отношений, то, естественно, это показатель того, что, видимо, человек забыл о вас. То есть, в его жизни есть что-то более важное, чем вы, если он пропадает там на три-пять дней. Ну, не обязательно что-то личное отношение, но работа на сегодняшний момент для него важнее, чем вы. Поэтому так. Как перестать мониторить бывшего манипулятора после расставания? Не могу представить его с другой. Ну, это страх измены, с ним надо работать, нужно перестать мониторить, заблокировать его везде. Потому что, пока вы будете за ним следить, пока вы будете проверять и этого бояться, это все равно когда-то случится, у него когда-то появится другая. Но, хорошая новость в том, что, если он вас не выставлял и вообще отношения никогда не выставлял, то, скорее всего, и свою новую он выставлять не станет. Вот, потому что есть же еще там толпа других, наблюдающих за ним. Поэтому нужно занимать эту зависимость. Мы, кстати, на «Любовь или зависимость» тоже об этом говорим, что один из самых важных аспектов выхода из зависимых отношений это полная информационная блокада. Поэтому это желание надо в себе просто через силу воли или с помощью техник убирать, следить. «Анна, скажите, если парень при других людях начинает по-другому себя вести и меня начинает унижать, когда с ним говорю об этом, он выкручивается. Это изменится или с ним поговорить?» Нет, это не изменится. Если он это делает уже много раз и многократно, значит, для него такая форма поведения нормальна. Конечно, можем надеяться на то, что если он выкручивается и не признает свою вину, то я бы сказала, что это абьюз. Публичное унижение другого человека это уже мы можем говорить об абьюзе. «Почему я не верю, когда меня хвалят?» Мне кажется, что хвалят просто, чтобы поддержать и не обидеть. Ну, это про то, что я недостойна, эта программа, я недостойна, мне стыдно получать похвалу, я должна быть скромная. То есть, это про такие штуки, про самоуверенность, про уверенность себе и, собственно, самоценность. Написала вам письмо в Дереке, очень нужна ваша помощь и ваш ответ. Попытаюсь его найти. Сейчас заскриню ваш этот, ваш этот, ник. Он нюхает и говорит, что от меня пахнет младенцами постоянно и по три раза это, чтобы включить инстинкты. Ну, не знаю, может быть, вы так ему пахнете младенцами. Может быть, это внушение на тему детей, что я хочу от тебя детей. Они же, манипуляторы, не только детей используют, иногда и животных, знаете, да, эту историю, что они там отправляют вам фото собачек, кошечек и начинают говорить, вот, давай заведем котенка. А ты такая, женщина такие, боже, он видит со мной совместное будущее. А это просто форма там, типа, а-ля, он не хочет говорить, что он детей готов, поэтому он говорит про кошечек и собачек. Точно так же и здесь может быть прям такого конкретного приема, я не помню, на вскидку у меня нет такого, что прям, ну, это может быть и, да, конечно, как базовая история. Загадываю желание, ура! Да, вы знаете о том, что кто первый раз на эфире загадывает желание, и они всегда сбываются. Вот впервые, например, столько людей, все соглашаются, что очень жалко потерянное время. И мне тоже вас очень всех рада видеть. Мужчина-нарцисс должен денег, но не возвращает. Ну, значит, обращаться надо, говорите, что адвокат с ним свяжется, если вам прям важно, если вы не готовы отпустить эту цифру или сумму. Вот. У вас есть родные, брат, сестра? Нет, у меня родных прям сестер, братьев нет. Вот, я одна у родителей. Но, конечно, у меня есть мама, папа, у меня есть очень мои близкие родственники, разные бабушки, детушки. Первый раз в прямом эфире, хотя очень долго с вами. Да, здорово, я вас поздравляю, загадывайте желание. Анна, как вы относитесь к нумерологии? Благодарю за ответ. У меня нумерология всегда смущает то, что в этот день, в это время там родилось миллионы людей, что у них у всех одинаковые судьбы. То есть, вот как бы, что слишком как-то просто эта цифра подбирается, и соответственно, у меня есть большое подозрение, что в этом явно что-то не так. У меня есть очень много моих подружек, которые просчитывают там какие-то цифры, я ничего не просчитываю. Я вот, там смотрят, знаешь, этот мужчина по такой-то дате мне подходит, а этот не подходит. Но скажу так, что если вы встречаете мужчину, он родился там, не знаю, 10 января, и потом у вас следующий мужчина, который тоже родился 10 января, и третий мужчина, который тоже родился 10 января, я вам дам совет. Не надо проверять, со всеми ими тремя будет проблема, если они родились в один день. Что делать, чтобы не притягивать абьюзеров, арбузеров? Быть самодостаточной личностью, которая, весь абьюз построен на страхе. То есть, если у вас нет страхов, вами невозможно управлять, следовательно, вы абьюзеру неинтересны. Вот. Поэтому, естественно, помните, как я пишу в «Порабощении любовь», жертву и манипуляции не станет только самодостаточный человек, который понимает, что такое любовь истинная, что такое отношение, который имеет вот эти знания в понимании себя. Потому что, помните, как вот жить жизнь, когда читать начинаешь, кто-то думает, блин, у меня это тоже было. А кто-то думает, что за придурок этот Матвей, надо дать ему поджоку. Вот про это наше мышление, что в одной и той же ситуации ресурсная психика себя поведет вот так, а закомплексованная психика поведет себя иначе. И в этом как бы есть очень большая суть вообще понимания собственной жизни. Вот. Что проблема не в том, что делает абьюзер, а проблема в том, почему мы на это реагируем и почему мы в этом ввязываемся. Вот в это проблема. Вот. Здравствуйте, я из Украины. Спасибо вам за ваши эфиры. Вы мне очень помогли в свое время. Спасибо, я вас обнимаю. Берегите себя. Добрый вечер, Аннушка, как всегда, волшебная, наполняющая энергетика. А, вот я рассказала же уже, да, про ваш образ жизни. Сейчас сон, питание, витамины, спорт, истории, иногда проскакивает что-то новенькое, прогулки. У меня ничего такого прям новенького нет. Все уже очень много лет стабильно, что касаемо витаминов, спорта, питания и прочего. Вот, ничего не изменилось с тех пор. Я точно так же имею эйджиолога, который выписывает мне витамины. Я точно так же делаю ЧК по раз в году. Вот, я точно так же нахожусь в своей китай-религии, пью 2 литра воды или 3 в день, 2 в основном. Я освободилась от кофейной зависимости уже очень давно. И у меня как бы нет вот этой привязки кофе уже никакой, даже последние годы. И ничего нового не изменилось. Я точно так же пью сок нони, я точно так же использую эфирные масла. Я точно так же потребляю те витамины, которые мне назначил врач согласно моего анализа крови. Вот. Вот поэтому ничего нового. Прогулки разве что. Я давала шансы только из-за того, что не понимала сначала, что он нарцисс. Как поняла, то все, конец. Как называется ваш фильтр? Это фильтр, который у нашей бабочки Анны Багинской. Так, желание загадывать. Скажите, почему психопат такое-то внешне человека до истерики? Знаете, вот на этот вопрос у меня есть несколько ответов. Понимаете, дело в том, что для психопата, поскольку у него атрофированы в голове некоторые части лимбической системы, и совершенно нету белых пучков для того, чтобы соединить неокортекс с лимбической системой, и он в основном действует рептильным мозгом, то можем предположить, что у психопата есть несколько его основных чувств, которые он заменяет слово «любовь». То есть, большинство психопатов думают, что любовь – это боль. Соответственно, когда другой жертве, ну, жертве типа больного учения, он думает, что она как бы его любит. Вот мне кажется, это одно из объяснений. Техническое объяснение, которое вы можете больше узнать от психотерапевтов, они схожут, потому что истерика жертвы приносит ему удовольствие. А я вот вам отвечаю, что стоит за этим удовольствием. Пока жертва это терпит, и она за ним бежит, он чувствует себя каким-то там великим. Или то, что он управляет жертвой, или что жертва ему подчинена. Для него это такая форма а-ля любви жертвы, пока она бьется в истерике и так далее. Я же считаю, что здесь есть две вещи. Первая – то, что ему доставляет удовольствие чужая боль, как любая форма садизма. Но в то же время ему кажется, что его любят, если от него это терпят. То есть, вот такая вот странная, да, странное объяснение. Очень тяжело понять для здоровой психики, для здорового человека. Но никогда не судите психопатов, о психопатах по себе. Главное правило Анны Богинской. Вот. А Анна, если эти люди родственники абьюзера, какая разница, родственники они или нет, не коммуницировать, если они абьюзеры. Не важно даже, это ваш сын, или это ваша дочь, это ваша мама, или это ваша сестра. Любой человек, который вас разрушает, должен быть удалён из вашей жизни. Это неизбежно. Иначе вы просто плохо закончите. Мой бывший муж сейчас в отношениях. Такое впечатление, что у них такая идиллия, такое впечатление, что встретил ту свою идеальную. Я не знаю, если ваш муж просто счастливый, нормальный человек, то, возможно, да, он встретил свою идеальную. Если он абьюзер, то смею предположить, что когда ваши отношения начинались, он тоже вёл себя точно так же. Поэтому, соответственно, ничего нового там не появится. Опять же, ну, когда мы говорим о здоровой психике, а не говорим о манипуляторах. Вы же понимаете, что комплексуальные структуры, они взаимодействуют с двумя разными людьми, ну, как бы, по-разному. Что это значит? Да, ну, там, не знаю. Мужчина, она не взял в два раза трубку, у вас есть травматика, измены, для вас это скандал, истерика и всё остальное. Там, для другой женщины, она, её вообще это никак не помнит. И, соответственно, она выстраивается с этим человеком в другую форму отношений, когда мы говорим о здоровой психике. Не о психопатах, а просто люди встретились. Поэтому, да, человек мог быть с вами несчастен, если мы говорим о здоровых отношениях, и вы были несчастны с ним, потому что ваши комплексуальные структуры не совпадали. И тут он встретил там женщину, с которой совпадают. Ну, собственно, и поэтому есть такое понятие свой человек, найти своего. Последнее путешествие было в каньон. И вот, кстати, напишите, я хочу сделать ретрит для бабочек на Марсе. Именно, помните, мы когда-то делали такой ретрит в Каппадокии, а здесь у меня появилась идея сделать такой ретрит на Марсе. Это очень удивительное место, его невозможно найти прямо в туристических этих, там нет людей. Но вообще, то, всё, что я прожила в этой поездке, я очень благодарна судьбе за эту поездку. Она меня наполнила каким-то совершенно другим светом. Анна, много нового узнаёт вас, круто, спасибо. Снились, вот пишут, вот пишут мне, что знают, чувствуют, я снюсь, и потом в эфире. Я знаю, что очень многие вам снюсь, мне очень веселятся такие истории, когда девочки там читали книгу и думали, что же она там написала, где она берёт там этих мужчин, потом они встречают такого персонажа, и я им снюсь во сне и говорю, проснись, проснись, как в фильме. Я вам тоже очень благодарна. Нет у меня с языком английским такого соединения, я всё хочу его прям поучить, но из-за занятости мозга до такой степени просто не хватает, мне надо высвободить какой-то там йотабайт для того, чтобы довести до того совершенства, до которого мне хотелось. Сможете сохранить эфир? Конечно, сохраню. Вы знаете, что я с вами уже час, я вам не надоела? Так. Так, счастливое настроение, спасибо за добрые слова. Вот, Анечка, благодарю вас, что из-за этих больных отношений ваши видео стали для меня, ну, наверное, помогли освободить. Сейчас, считаю вторую книгу из трилогии, вижу себя, круто, что вы есть рядом. Благодарю вас за то, что вы делаете для нас. Спасибо. Вот. Как вы относитесь к тому, что психолог использует гипноз? Я негативно отношусь к гипнозу. Я считаю, что если можно его не применить, лучше его не применять. Вот. Кто-то очень верит в гипнотерапию. Ну, я считаю, что нужно очень, чтобы был хороший специалист, и надо быть в нем уверенным, и многое другое. Практически год лечу раз отца с дерматологом, до конца не проходит. Поработал прощение родителей, прощение себя, пересматривать с детьми, что еще можно проработать внутри себя. Нужно прийти в клуб «Жить жизнь», и там есть у нас мини-интенсив, который называется «Тело и я», посвященный психосоматике. И на первом уроке вы можете найти там упражнение, которое позволит вам посмотреть, что стоит за этим. Вот. Анна говорит, что надо заняться тем, что тебе хочется, но я упиралась, прокрастинировала, и сейчас нашла себя в шоках, наверное, в танцах, имеется в виду, в знаниях, обучении с людьми. Когда выйдет продолжение сериала «Жить жизнь»? Но официально было заявлено, что это 24-й год. Я понимаю, что, скорее всего, это лето или осень, потому что сейчас идет работа на сценарии, и, соответственно, мы понимаем, когда съемки будут примерно начинаться. Поэтому, я думаю, 24-й год. Ваши видео спасли меня, помогли выйти из таких отношений. Спасибо. Только если пропал на 3 дня, сразу бросай. Ну, почему? Если у вас отношения, прям отношения. Когда он пропал? Почему он пропал? То есть, если он просто туда-сюда появляется, то нужно как-то определить, если это важно для вас. Если это начало отношений, то это нормально, что человек может пропадать. Ну, если у вас еще не было ни секса, ни свидания, просто флир, допустим, какой-то. Благодарю «Жить», что она подсвечивает мне таких замечательных людей. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, «Калаш лучше активируется в Новый год или есть более подходящая дата?» Там я все рассказываю, «Калаш активируют в идеальное» или «Новолуние», или именно в «Китайский Новый год», потому что это их ритуал, назовем это так. «22 года была замужем за тираном и абьюз постоянный. Сейчас меня именно это настораживает, когда знакомлюсь с мужчиной. Я в зоне риска, и опять наткнусь на абьюз. Как с ним быть? Прописать, убрать страх абьюза». Послушайте, жертва абьюза – это ситуационное понятие, а не психологическая характеристика личности. То есть, то, что с вами случилось, не значит, что это с вами будет происходить всегда. Вот, поэтому это совсем о другом. После четырех лет отношений нарцисс бросил без разговоров, потом через время хочет опять вернуться. Он идиот? Нет, у него есть причины для этого. То есть, вы для него сейчас в какой-то степени ресурсны, вот, если вы уверены, что он нарцисс. Но, возможно, он не нарцисс, и тогда он осознал по каким-то причинам, что вы ему важнее. Если нарцисс, то нарцисс всегда возвращается к ресурсной жертве, из которой ему что-то нужно получить или взять. Иногда кажется, что я абьюзер нарцисса-манипулятора, а он жертва. Посмотрите мое видео. «Я манипулятор» называется. Ну, то есть, с ответом на вопрос. Там даже есть тест. «Какой ваш идеальный мужчина? Расскажите про ваши критерии при выборе партнера». Ну, у меня все просто, я об этом всегда пишу. Для меня самым важным является вот это уважение, доверие, забота, сексуальное влечение. Ну, и, конечно, если человека вызывает у меня восхищение, то это уже вот просто, это какой-то совершенно другой пик в моей жизни. В плане того, что для меня очень важно, чтобы я могла не просто уважать своего партнера, восхищаться его результатами, достижениями. Такое, знаете, как... Ну, чтобы этот человек был в моем понимании, достигший там в своей профессии, в своем состоянии, как бы, да, определенного дзена. То есть, короче, для меня это очень важно, интеллект мне очень важен человеку. Даже какая-то, может быть, некая гениальность. То есть, он как-то, знаете, как сказать, он в чем-то должен быть значительно лучше меня в каком-то направлении, чем я, например. Так что так. Анна, скажите, вы видели свой дизайн, с запросом шли у меня? Так, тоже есть проект, хотелось бы тоже увидеть, ну, это конкретно мой опыт, и причем я не только обложки своих книг увидела у источника. Я увидела очень многие свои проекты, и многое другое, которое я придумывала, именно находясь в медитации. Но я просто ложусь, и захожу в медитативное состояние, и начинаю думать о том, какая обложка может быть, и какая... То есть, нету решения вот такого, что, знаете, ангел спустился вам и говорит, вот она должна быть вот такая. Нет, это твое творческое мышление, которое ты реализовываешь, находясь в медитации. И как бы я тоже внутри себя там думала о разных обложках, какие они могут быть, но в результате Жить Жизнь вот обложка вот такая. Так же, как и про обощение, и исцеление. Спасибо большое за эфир. Так, все, ребята, я устаю уже немножко. Когда планируется, ответила. Скажите, пожалуйста, это нормально видеть себя со стороны в медитациях? Получается, как будто не от первого лица. Но это есть причина. То есть, вы не доверяете себе, не ассоциируете себя с этим происходящим. Особенно, если вы медитируете что-то, связанное с будущим, типа вашей цели или еще что-то, то у вас будет вот эта форма, что вы видите себя со стороны. А вы должны быть... То есть, когда ваши чувства, мысли, действия совпадают, ты видишь в медитации своими глазами все происходящее. Когда не совпадают, ты видишь со стороны. То есть, это сигнал о том, что с этим надо работать. Спасибо за добрые слова. Как вообще реагировать на то, что человек на начальном этапе говорит много хорошего и комплиментами заваливает. Есть смысл насторожиться или это может быть искренне? Но на мой взгляд, люди, я не знаю, я всегда считаю, что самодостаточные. И вообще, как бы здоровые люди, они не делают много комплиментов. Комплименты очень часто становятся способом манипуляции. Потому что понимаете, что комплименты... Почему женщины так подкинут комплименты так же, как и мужчины? Потому что они не самодостаточны. То есть, они жаждут этих комплиментов, чтобы им указали или подтвердили, что ты такая там красавица или умница, или еще что-то. Ну, то есть, самодостаточный человек вообще на это внимание не обращает. А манипулятор использует комплимент как способ управления. То есть, он начинает заваливать жертву комплиментами. И неуверенная в себе личность начинает думать, да, 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 я такая. Причем они иногда такие циничные, что они, например, выбирают какую-то черту лица, которые они, например, или там тело, которое они точно знают, что комплиментов не делали. Ну, не знаю, допустим, у женщины там грудь нулевого размера, да, он начинает, не понимает, что для нее это комплекс. И он начинает там это хвалить, 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 хвалить. То есть, это такое циничное еще присоединение. Ну, и получается, что жертва в этот момент подсаживается на комплимент, как на варенье или конфету. И в какой-то момент, если он прекращает делать комплименты, ты начинаешь чувствовать себя дискомфортно, тебе кажется, что что-то изменилось. То есть, тебя это вводит в состояние стресса. Поэтому к чему мы здесь можем прийти, о чем мы можем говорить? Что заваливание комплиментами, конечно, это, ну, как бы для меня это странно. Но опять же, что значит заваливание? То есть, он делает три комплимента в день или это какой-то сплошной просто бесконечный поток? Анна, вы хотите детей? Я очень равна к этой теме, отношусь насчет детей. У меня никогда не были дети целью. Если бы они пришли в мою жизнь, наверное, бы я их приняла. Но у меня никогда не было мысли, что я должна каким-то образом это, ну, как-то работать над этим, что ли, или как? То есть, я считаю, что здесь какая-то конкретно для меня должна быть здесь божественная история, потому что есть люди, которые, возможно, могут принадлежать ребенку, а есть люди, которые могут, должны принадлежать миру, например. Поэтому у меня, я думаю, совсем о других вещах, наверное, больше, чем о детях. Анна, подскажите, пожалуйста, есть ли у мужчин много подруг, с которыми он общается, но при этом это не скрывают? Ну, мне сложно здесь что-то прокомментировать на эту тему. У меня тоже очень много мужчин-друзей. Наверное, возможно, кому-то это неприятно. Ну, как мужчин-друзей, да, то есть, мне вообще с мужчинами легче коммуницировать, чем с женщинами. Тут надо смотреть, что стоит за этим. Если это все его бывшие, с кем он спал, он с ними дружит, то, наверное, может быть, это удивительно. Я бы удивилась, если это просто действительно подружки. Но, возможно, у него такой характер, что ему больше нравится дружить с женщинами, чем с мужчинами. Анна, вы лучше всех психологов. Я после развода работала с разными психологами, но ваши советы, эфиры, это самое ценное. Спасибо огромное, для меня огромная честь. Дайте, пожалуйста, совет, как принимать людей такими, какие они есть. Ну, это же про наши ожидания. То есть, мы же почему обижаемся на людей? Тогда мы, когда накладываем на них какие-то ожидания, а эти ожидания не совпадают там с нами, да, с нашими какими-то идеями. Ну, из-за этого приходит состояние, я не хочу принимать этого человека. Конечно, принятие другого, это всегда про принятие себя и про выборы этого человека, да, что этот человек имеет право делать этот выбор. Тебе это подходит или не подходит? Поэтому, естественно, мы возвращаемся к чему? К самодостаточности и к нахождению, обретению точки опоры в себе. То есть, вот точка опоры, это очень внутренняя, важная штука, тогда, когда мы можем позволить себе принимать людей такими, какие они есть, и просто спокойно выбирать, подходит нам это или не подходит. Хорошо. Спасибо вам огромное за этот час десять, который мы привели вместе. Напишите мне обязательно в комментариях, что ценного было сегодня в этом эфире, на какую бы тему вы хотели поговорить в следующий раз. И еще такой к вам вопрос, у нас тут с командой в офисе появилась такая идея, сделать какие-то интервью. То есть, когда интервью не со мной, а, как это сказать, общение с гостями, чтобы я приглашала в эфир кого-нибудь, возможно, известного человека. Как вы на это смотрите, и как вам такая идея? Ну, конечно же, кроме того, всех вас приглашаю, на любовь или зависимость. Вот, ну и жду с нетерпением нашей встречи в воскресенье в клубе «Жить жизнь», поэтому воскресенье у меня будет эфир в клубе «Жить жизнь», еще будет эфир на ютюбе. Я сегодня не успеваю сделать ютюб, вот, потому что сместились графики из-за того, что у нас это время, 6 часов вечера. Сейчас разница, то есть в Америке время переводят на неделю позже, чем на всех других странах мира. И получается, из-за этого ты немножечко смещаешься. В общем, поэтому в воскресенье я буду опять на связи. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Ну и, конечно, благодарю за ваши лайки, комментарии, репосты, потому что благодаря им все вместе мы с вами делаем этот мир лучше, освобождая его от манипуляций. Люблю вас очень, всем хорошего вечера. Спасибо.